Независимо от того, верите ли вы или нет в историю с полетами американцев на Луну, следы деятельности человеческой расы на Луне продолжают находить. Конечно, разглядеть их с поверхности Земли невозможно. Наибольшая оставленная на Луне деталь после каждой миссии Аполлон является лунный модуль размером 5,4 на 4,2 метра, а минимальное разрешение крупнейших наземных телескопов, например, ВЛТ, всего 100 метров. У космического телескопа Хаббл максимальное разрешение 43 метра на расстояние лунной орбиты. Зато это под силу аппарату ЛРО, который вращается на орбите Луны. Впервые аппарат заснял 6 мест посадочных лунных модулей еще в июле 2009 года. На тех снимках можно было увидеть только сами модули, без каких-либо деталей. Во многом из-за длинных теней от низко стоящего солнца. Их разрешение составляло около 1,2 метра на пиксель, а диаметр посадочных модулей составляет 9 пикселей. Однако тени от некоторых из них протянулись на 20 пикселей. Для того, чтобы сделать новую серию снимков, аппарат специально для этого снизился на 30 километров. Всего аппарат провел на такой орбите 28 дней. Затем вернулся на свою плановую орбиту в 50 километрах над поверхностью Луны. Лунный орбитальный разведчик, летающий вокруг Луны на высоте 30 километров и ниже, смог придать местам посадки Аполлонов некоторые подробности. Давайте взглянем на эти снимки. Аполлон-11. С 16 по 24 июля 1969 года жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела. Аполлон-12. Люди второй раз в истории совершили посадку на Луну. Аполлон-14. Осуществлена третья высадка людей. Аполлон-15. Девятый пилотируемый космический корабль в рамках программы Аполлон. Четвертая высадка людей на Луну. Аполлон-16. С 16 по 27 апреля 1972 года. Это пятая высадка людей на Луну и первая посадка в горной местности, на плоскогорье неподалеку от кратера Декарт. Аполлон-17. Космический корабль, на котором состоялся одиннадцатый и последний пилотируемый полет в рамках программы Аполлон, в ходе которого была осуществлена шестая высадка людей на Луну. Основой изображений мест посадки является фотографией, сделанной спутником ЛРО. Обязательно загляните на сайт, в котором есть масштабируемая карта Луны. Это позволит вам практически спуститься на лунную поверхность и найти еще что-то интересное. И конечно поделитесь своим мнением, что вы думаете относительно программы Аполлон. Правда или вымысел? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова